Нездоровые Познай самого себя, то есть познай истинную ценность и истинные возможности собственной своей природы. Каким образом человек познает свою немощь и свою греховность? Пытаясь исполнить евангельские заповеди. Все богооткровенные истины мы черпаем из Святого Евангелия, и там же мы видим призывы, которые призывают нас быть совершенными. Однако, как только человек приступает к исполнению этих евангельских заповедей, или приступает к исполнению закона Божьего, иначе говоря, он тут же осознает, что сам своими силами выполнить ни одну добродетель, ни одну заповедь он не может. Ибо Христос предупреждает Евангелие, без меня вы не можете творить ничего. Как только возникает эта твердая убежденность и это истинное знание, человек становится на путь спасения. Все, что окружает нас вокруг, говорят Святые Отцы, в Церкви, все, чем мы заняты, ритуал, обряды, поклоны, молитвы, доброделание, монашество, иночество, отречение от мирской жизни, Весь наш подвиг, он имеет смысл не ради самого подвига, и не ради того, что сам по себе возносит человека ввысь, горе, к Богу, но дается все это, все эти ритуалы и обряды, ради того, чтобы в душе человека родилось смирение и покаяние. Эти два чувства смирения и покаяния, наставляя душу человека к Богу, на пути к совершенству, приближают его ко Христу и дают возможность стать ему святым. Однако, чаще всего, к сожалению, мы с вами наблюдаем совершенно иную картину. Люди приходят в церковь ради того, чтобы выполнить ритуал ради самого ритуала. Выполнить ритуал и остаться, уйти из церкви успокоенными, поставить как можно больше свечей и тем самым достигнуть внутренней своей гармонии или какого-то иного блаженного состояния души. Такое стремление или такую устремленность святые отцы называют прелестным состоянием, иначе мнением. Когда человек мнит о себе, что он собственными делами, собственными своими силами может преодолеть тот барьер, который вносит грех в нашу природу, собственными своими силами может достигнуть Царствие Небесное. Это состояние прелести. Это состояние, которое психологи или психиатрии называют сверхценными идеями. Такие мнения или такое прелестное состояние, к сожалению, может обыдеть любого человека. И поэтому на пути к подвигу, на пути ко Христу в деле его подвига, всякому христианину необходим наставник.